Дорогие друзья, всем здравствуйте! Меня зовут Евгений Бондарь. Это программа «Лучше в Краснодаре». Сегодня мы будем говорить с гостем, который имеет непосредственное отношение к нашему телеканалу. Интересно? Мне тоже интересно. Прямо сейчас наш следующий сюжет и начинаем. Поехали! Один. Так быстро считать сможет и ваш ребенок, если, конечно, будет заниматься ментальной арифметикой. Только вот как правильно выбрать школу? Итак, школа ментальной арифметики эффективна, когда работает по международным стандартам с использованием специальной многофункциональной онлайн-платформы, доступ к которой позволяет успешно заниматься с ребенком в том числе и дома. Занятия развивают максимальную скорость восприятия информации и навык работы одновременно обоими полушариями мозга. Минус 111, плюс 212, минус 382, плюс 154, 254. В эффективной школе ментальной арифметики регулярно проводятся олимпиады, критерии которой также разработаны в международной компании и применяются они по всему миру. Победители получают призы от партнеров олимпиады и самой школы. Подытожим. Если вы решили отдать ребенка в школу ментальной арифметики, убедитесь в профессиональном подходе к занятиям, и тогда успех вашего ребенка не заставит вас долго ждать. В центрах Академии ментальной арифметики Амакитс ваш ребенок добьется успеха в школе, научится быстрее усваивать любую информацию, с легкостью будет изучать иностранные языки и станет увереннее в себе. Амакитс. 8-918-415-21-79. Друзья мои, в гостях у нас сегодня начальник отдела спецпроектов телеканала «Краснодар», ведущая программы «Грани безграничного» Евгения Семенова. Здравствуй. Здравствуй. Ну, сразу вопрос очень простой. «Грани безграничного» – что это за программа, о чем она? Если в двух словах – культура и искусство. Конкретно – города Краснодара с муниципальным уклоном. Это как? Ну, это значит, что в основном мы рассказываем о том, к чему имеет непосредственное отношение город Краснодар с подачей администрации города. Например, это муниципальный молодежный театр. Или, например, там, дворец искусств, который тоже имеет отношение к городу. Или детская школа искусств имени Рахманинова, ну и так далее. Имени Ташинского художественная школы и так далее. А давно ли ты занимаешься именно этим проектом? Недавно. Недавно? Сравнительно недавно. Что для тебя стало, ну, самым, скажем так, интересным в этом? То есть узнала ли ты для себя реально что-то новое? Ну, что-то новое узнаешь вообще всегда, когда погружаешься в общение с любым человеком. Да, а здесь, когда имеешь отношение с театром или со школой, там вообще очень много людей. Каждый из них сам по себе тоже очень-очень интересен. Поэтому, да, много нового для себя тоже находишься. Ну, у зрителей тоже есть возможность узнать что-то новое, просто посмотрев «Грани безграничного». Безусловно, на сайте www.tv-краснодар.ru в разделе «Передачи». Вот так, друзья мои. Все очень просто. Смотрите «Грани безграничного» сразу после того, как посмотрите нашу программу. И вот наш, например, следующий сюжет. Смотрите. Рассказывать о строительных компаниях, которые всегда выполняют свои обязательства перед клиентами, особенно приятно. Все объекты мало того, что сдаются раньше сроков, так еще и квартиру можно купить уже с ремонтом. Хорошие обои, качественная сантехника, керамоплитка и застекленный балкон – все для вашего комфорта. Квартиры просторные, с большой кухней и удобной планировкой. Звукоизоляция отличная, так как сами дома монолитного типа, построенные по всем современным стандартам. Во дворе созданы комфортные условия как для детей, так и для их родителей. Очень много удобных площадок. Спортивная, волейбольная. Также у нас много детских игровых. Горки и площадки, где можно полазить. Качели. Спортивного у нас даже очень много. Очень-очень удобно. Очень важно, что прямо во дворе жилого комплекса находится совсем новый современный детский сантехник. Ваши дети будут всегда рядом с вами. Кроме того, на территории ЖК есть все необходимые магазины и салоны красоты, большая парковка, а крупный гипермаркет всего в пяти минутах ходьбы. Напомню, что все дома в таком комплексе сдаются раньше сроков. Поэтому, покупая квартиру, вы будете приятно удивлены. К тому же, строительство всего жилого комплекса заканчивается уже совсем скоро. И никакие стройки рядом вас не побеспокоят. Новая квартира уже с ремонтом в ЖК «Восток». Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Детский сад прямо во дворе. Большая собственная парковка. ЖК «Восток». Покупай и живи. Телефон 8861-992-0545. Жень, давно ли ты работаешь на телевидении? Давно. Пригласили меня прийти на телевидение в 1995 году. С тех пор с телевидением я не расставалась. Пригласили? Как? Как могут пригласить прийти на телевидение? Где ты работала до этого? Ну, вот так. Не, ну, получилось так, что я как раз... А, ну да, я в момент уже работала. Я работала, первая запись трудовой в моей книжке, это артистка камерного хора Краснодарской краевой филармонии. Да, я закончила наш, на тот момент, Академию культуры. Вот, пришла работать. Меня позвали, опять же, в этот камерный хор. Вот, я там прекрасно работала. В какой-то момент, на тот момент уже бывший мой преподаватель по дирижированию, нынче моя одна фамилица, но мне родственники, Семенова Татьяна Евгеньевна, она позвала меня на телекомпанию Екатерина Дарт, тогда была первая частная телекомпания в нашем городе, вот, музыкальным редактором. То есть она меня знала, вот, и с разных сторон, человеческих, профессиональных, вот, и понимала о том, что я могу справиться с работой музыкального редактора на телекомпании. Вот, пригласили. На телевидение ты пришла не в кадр? Как-то так получилось, что вроде бы как не в кадр, но оказалось так, что и сразу и в кадр. Сразу попала в кадр. То есть, по сути, буквально там первый сюжет, и потом дальше уже все. Мне пришлось работать и в кадре, даже прямо сразу на маленькой, но программе, посвященной, да, музыкальному искусству в нашем городе. То есть вот так. Ну, скажи, что, ты помнишь свой первый сюжет вообще? Первый сюжет я помню отлично, отлично. Это была детская музыкальная школа, оператором, сейчас тоже работает оператором, был Михаил Бойправ. Мы отправились на съемку, мне нужно было взять интервью у директора школы, это было, кому, 1 сентября, август месяц, вот, пообщаться с ребятами, взять небольшое интервью у какого-нибудь там школяра, вот. Вот, и получилось так, что на момент, когда мне нужно было уже, мы сели все писать интервью с директором школы, в общем, директор школы, которая на тот момент первый раз давала интервью, и оператор, они меня успокаивали, как вообще, направляли микрофон, и всячески говорят, что все будет хорошо, давайте пишем интервью, то есть... Пожалуйста, я уже хочу отвечать на вопрос. Да, 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 давайте уже будете писать интервью. В итоге получилось? В итоге получился, очень хороший сюжет получился, да. Это хорошо, это хорошо, когда вначале похвалили, а не... Старт был такой, да. Со знаком плюс. Просто старт со знаком минус может совпасть с финишем иногда. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть следующий сюжет, а потом продолжаем. Ваша квартира срочно нуждается в новой кухне? Теперь вы можете собрать отличную кухню своими руками. При этом вы получите высокое качество, но и сэкономите деньги. Для этого используйте кухонные модули. Это просто как детский конструктор. Вам предлагается широкий ассортимент модулей в пяти цветах. Останется только выбрать нужный. Затем решите, какая столешница подойдет именно вам. Это может быть влагостойкая столешница, облицованная пластиком или из акрилового камня. Следующий этап – выбор фасада. Здесь вариантов масса. Крашеные, шпанированные, либо из пластика. А можно и на итальянские из массива замахнуться. Тем более, что выбор цвета и моделей огромен. Выбрали? Ну что ж, вам останется только купить необходимую фурнитуру и комплектующие. И все это можно найти в одном магазине, так что вы не потратите лишних сил и времени. Продавцы-консультанты помогут вам разобраться в деталях во время покупки, и ваша кухня станет именно такой, о которой вы мечтали. Тем более, что магазин работает без выходных. Компания «Юмаком» предлагает новинку – кухонные модули. Собери свою идеальную кухню. Модули, фасады, столешницы и фурнитура – все здесь. Качественно, удобно, недорого. «Юмаком» – 8 961 503 30 15. Я знаю, что долгое время ты вела прямые эфиры. Да, есть такое. В чем была сложность прямых эфиров? Сложность прямого эфира в непредсказуемости того, что будет происходить в самом прямом эфире. Но ведь готовился какой-то сценарий, да? Безусловно, безусловно. Причем готовится определенный сценарий, продумываются варианты, если вдруг пойдет вот так развитие событий или вот так развитие событий. Но все равно каждый раз происходит по-другому. Но не по сценарию, который продумывается. А бывали ли моменты, когда приходилось, откровенно говоря, спасать эфир? Спасать? Ну, наверное, я бы так не сказала. Ну, по крайней мере, мне не приходилось спасать именно как бы эфир. Слава богу. Но выкручиваться из каких-то ситуаций. Но выкручиваться из определенных ситуаций, да, да. Волнение всегда присутствовало во время прямых эфира? Абсолютно. Или потом привыкла и уже… Нет. Каждый прямой эфир – это безусловное волнение. Причем перед эфиром оно такое мощное довольно-таки, потом в процессе оно немножечко стухает, вот, но все равно оно присутствует. Потому что, особенно если этот прямой эфир связан не только с собеседником, но и со звонками от людей, да, то есть это… Ты никогда не знаешь, как поведет себя человек, который дозвонился. Как он будет формулировать этот вопрос, будет ли он корректен, или вдруг он выскажет что-то, пойдет сыпать эмоциями, да, и с этими эмоциями надо будет что-то делать. Ну да, вроде как дослушать надо. И дослушать надо. И ответить надо. И человеку ответить надо, и чтобы он именно ответ получил, который его устроит. Да, но мы сейчас не говорим о прямом хамстве, да, там бывает и такое. Бывает и такое, да. Просто некоторые зрители говорят, о, смотрите, заглушили звонящего. Но, к сожалению, некоторые звонящие бывают… Дабы, да, дабы даже словесная речь не пришла… Да, не вышла за рейтинг телеканала. За рамки приличий, да, поэтому зачем? Потому что прямые эфиры смотрят также и дети, и не только взрослые люди. Поэтому нужно уважать всю зрительскую аудиторию. Ну, иногда приходится. Прямо сейчас, в следующий сюжет. Это наш будущий новый дом. Это на тот день, когда я начну расширять производство. Это, когда вырастут мои дети. Да и вообще, на всякий случай. Это, когда вырастут мои дети. Финансовая группа «Сберегательный союз». Сбережения до 18,5% годовых. 8 800 5 977. Начальник отдела спецпроектов телеканала «Краснодар» Евгения Семенова у нас сегодня в гостях. Также телеведущая. Но сейчас мы о спецпроектах. Что такое спецпроекты? Вот обычному зрителю расскажем. Если совсем просто объяснить, это те передачи, те программы, которые не имеют отношения к новостям. То есть вот есть новости и есть все остальное. Вот все остальное, это и есть спецпроекты. А вкратце, какие спецпроекты можно прямо сейчас посмотреть на телеканале? На телеканале у нас сейчас более 10 таких программ. Они ориентированы на разную зрительскую аудиторию, на разные вкусы, потребности людей. Например, «Экскурсионный Краснодар», название говорится само за себя. Или «Линия жизни», посвященная медицине. Или «Бизнес-курс», это экономика. Или вот «Грани безграничного», это искусство и культура. Есть также и телеафиша, есть офсайт, это про спорт, есть город спорт. И очень много на самом деле. Все это можно посмотреть на сайте. В телеканале «Краснодар», да, в эфире в нашем. Или на нашем сайте, тройной WTVKrasnodar.ru в разделе «Передачи». Но вдруг вы не успеете посмотреть на телеканале, но советовала бы прямо смотреть телевизор. Что ты думаешь в принципе о просмотре телевизора? Некоторые говорят, что все сейчас ушло в интернет. Кроме интернета ничего никому не нужно. Но как ты считаешь? Я считаю, что это не совсем верно. Хотя бы по той простой причине, что у нас сейчас очень активно развивается загород в городе Краснодаре. Активно прирастает поселками новыми, коттеджными поселками и прочее. А там с интернетом напряженка. Серьезная напряженка. И поэтому телевизор там это... Ой, какая палочка-вручалочка. Друзья мои, о телевизоре не забывайте. Не забывайте также посмотреть наш следующий сюжет. Смотрим. Конечно, когда речь идет о керамической плитке, мы сразу думаем о ванной комнате или кухне. Но сегодня все чаще ее используют в оформлении прихожих, холлов, гостиных и даже спален. Так, например, вы можете создать свое собственное декоративное панно, которое будет вашим и только вашим. Так как же это сделать? Вам достаточно принести рисунок того, что вы хотите видеть на вашей стене в торговый комплекс с собственным производством. Далее дизайнер создаст эскиз, а затем рабочий чертеж. С помощью него инженер-конструктор подготовит специальные файлы для обработки на высокотехнологичном фрезерном оборудовании. На предприятии есть оборудование, позволяющее разрезать плиту разного размера, толщины, формата и изготовленное из разных материалов. Можно работать с камнем, керамикой, мрамором, металлом, пластиком для изготовления различных изделий. Фрезерное оборудование сделает ваше панно невероятно точным. Все детали будут идеально подходить друг к другу. В итоге вы получите уникальное изделие по вашему заказу, будь то панно, лестница или же журнальный столик. Более того, когда в вашем распоряжении не только собственное производство компаний, но и по-настоящему огромный торговый комплекс, вы сможете найти абсолютно все, что нужно. Высококвалифицированный персонал поможет сделать вам правильный выбор, а готовые решения и широкая экспозиция товаров существенно сократят ваше время. Не забывайте, что дизайн-проект в подарок и удобная дисконтная система порадуют любого покупателя. Создайте индивидуальное декоративное панно в торговом комплексе «Квадрат». Собственное производство компании поможет вам воплотить в жизнь любое дизайнерское решение. Приятные цены, удобная дисконтная система – по-настоящему огромный выбор. Торговый комплекс «Квадрат». Московская, 69. Ну и вопрос не по теме. Хобби. Хобби. Хобби – ландшафтный дизайн, чтение книг. Ландшафтный дизайн? Прямо вот ты разбираешься. Прямо вот нравится. Прямо вот я сейчас просто погружаюсь в это, да, мне это очень нравится. Как давно? Ну, последние пару лет. А что дальше хочешь с этим сделать? Пока не знаю. Хочу сказать, на дизайне ландшафтов. Дизайню пока у себя в усадьбе, да, общаюсь на эту тему со своими друзьями, у которых тоже есть, да, вариант применения этих знаний, вот, вот, как бы так. А книги? Какие в большом ли объеме? Да. Книги очень много читаю, в параллели несколько, вот, но они в основном касаются либо личностного роста, да, например, там книги того же Исхака Пентасевича, или касающиеся, например, там Исхака Адизеса, но это с экономическим уклоном, но все равно там очень много применимо именно к жизни человека повседневной даже. Ну, вот, и книги православного направления, тематике. А что посоветовала бы почитать зрителям? Ну, смотря из чего, смотря какая тематика, кому что интересно. Ну, я бы всем сейчас посоветовала прочитать, ну, не могу сказать, что всем, но тем, кто интересуется личностным ростом, книгу Энтони Робинса «Разбуди в себе исполина». Очень хорошая книга, очень многое меняет в собственном мировщении, в понимании того, что и как лучше делать в этой жизни, вот, и тем, кто находится в духовном поиске, в поиске Бога и отношении с Ним, я бы посоветовала почитать книгами «Святые святые». Друзья мои, вот вам пара советов, уже можно прямо сегодня приступать, ну, конечно, после того, когда смотрите нашу программу, смотрим следующий сюжет. Раньше, чтобы попить чистой воды, нужно было ехать на родник. Сейчас родник сам может приехать к вам в офис или домой. От вас требуется только одно – позвонить. Сразу после звонка к вам направят специалиста, который доставит вам питьевую воду в кратчайшие сроки, в течение этого же дня. Более того, если вы потребляете, например, больше 20 бутылок в месяц, то кулер вам предоставят бесплатно. Кстати, кулеры бывают разные, и выбрать подходящий поможет специалист. Кулеры отличаются друг от друга по многим параметрам. Например, способом загрузки бутылей. Есть кулеры, в которых бутыль ставится сверху, есть кулеры, в которых бутыль ставится вовнутрь. Есть кулеры с функцией защиты от детей. Что касается дизайна, выбор просто огромный. Многое зависит и от выбора самой воды. Ее источником могут быть и артезианские скважины, и родники, и даже горные реки. Но независимо от этого, очень важный этап производства – процесс розлива. Он полностью автоматизирован и гарантирует вам, что вы получите качественную и вкусную питьевую воду. Дорогие друзья, Евгения Семенова у нас сегодня в гостях. Ведущая программы «Грани безграничного». Ну и еще много каких программ, да? Если взять историю, то да. Сколько ты вела программ? Ой, не считала. Не считала. Ну, наверное, с десяток будет. Наберется. А есть ли программа, по которой ты, откровенно говоря, скучаешь? Скучаю. Ну, наверное, 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 нет. Наверное, вот сейчас вот та программа, которую я делаю, да, ну, я не просто веду, я являюсь автором. А вот эти программы, вот, мне, считаю, что мне повезло, потому что далеко не каждый журналист имеет возможность не только вести, излагая чьи-то мысли, да, но и что-то создавая самому. Вот те программы, которые я веду, я являюсь их автором, вот, и в данном случае вот «Грани безграничного» это вот новый виток того, чем я занималась несколько раньше, с чего я начинала, да, если вспомнить тоже музыкальную школу, первое интервью и так далее, вот. И это то, что я сейчас делаю просто на качественно новом уровне. И это моя душина, это то, что приносит мне удовольствие, радость. Вот, скажи, пожалуйста, а ты могла бы быть автором для другого ведущего? Для другого ведущего, да. Вполне, да? Могла бы. Но удобнее, конечно, комфортно работать с самим собой. Удобнее, потому что в любом случае другой человек, другой ведущий, у него другая интонация, другое прочтение, да, и попадать, писать под него, это несколько другой жанр, другое направление. То есть этому нужно учиться? Желательно. Что касается работы на телевидении, возможно ли прийти на телевидение, не зная ничего, без специального образования, и научиться работать сейчас, в наше время? Возможно. Возможно. Я в этом отношении сама примеры там, да? То есть я пришла не со скамьи журналиста совершенно. И мне импонируют слова того же Владимира Пузнера, который сказал, что лучшие люди, которые что-то сделали на телевидении, не имеют журналистского образования. Потому что он имеет журналистского образования. Ну и как бы в принципе действительно практика показывает, что когда человек приходит, ему есть что сказать, он хочет этим поделиться, то научиться тому, как это сделать, это все можно сделать в практике, в процессе. Да, сложнее, когда ты знаешь как, но не знаешь что, и надо ли тебе это. Друзья мои, если есть желание дерзать все в ваших руках, смотрим следующий сюжет. Внимание к собственной безопасности и безопасности близких становится неотъемлемой частью нашей жизни. Так, автомобильная сигнализация и компьютерные антивирусы не вызывают никаких вопросов. Но безопасность собственного жилья, на наш взгляд, куда более важна. И сигнализация с тревожной кнопкой, установленная в квартире, может спасти не только ваше имущество, но и жизни. Установив систему безопасности, вы получаете возможность в любой момент вызвать группу быстрого реагирования, нажав всего лишь на одну кнопку. С учетом того, что в городе и Южном федеральном округе более 200 стационарных пунктов охраны, сотрудники, обеспеченные спецсредствами, разрешенным оружием и специальной подготовкой, прибудут на место в течение 3-5 минут. Преимущество в том, что этой кнопкой без труда может воспользоваться как пожилой человек, так и маленький ребенок. Кроме этого, с помощью домашней системы охраны вы защитите свое жилье даже тогда, когда вас не будет дома. При любой подозрительной активности сработают специальные датчики. И после поступления сигнала на пульт диспетчера, к вам выйдет ближайшая группа быстрого реагирования и решит проблему. Стоит понимать, что подобная система безопасности высокоэффективна и одновременно доступна по цене. Более того, вам будут предложены различные акции и тарифы, и вы сможете выбрать наиболее подходящую степень охраны. Холдинг безопасности Нева. Все виды охранных услуг. Защити свой образ жизни. Холдинг безопасности Нева. Телефон 8 800 700 18 18. Дорогие друзья, это была программа «Лучшая в Краснодаре». Меня зовут Евгений Бондарь. В гостях у нас сегодня была начальник отдела спецпроектов телеканала «Краснодар» Евгения Семенова, телеведущая, ведущая программы «Грани безграничного». Жень, самое время пожелать чего-нибудь краснодарцам. Мне очень хочется пожелать краснодарцам, ну и вообще всем, кто сейчас смотрит эту программу, возможно, гостям нашего города, хотелось бы пожелать радоваться и любить жизнь. Вот просто ее любить. Друзья мои, любите жизнь. Всем удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!